У нас в гостях чемпионки Сибирско-федерального округа 2016 года, финалистки чемпионата России 2016 и 2017 годов по спортивной аэробике. Встречайте! Ай-я-я-я-я-я-я! Абутозу! Итак, представлю еще раз вам наших гостей. Приглашу в студию. Это не все гости, которые прямо сейчас в нашей студии оказались. Давайте представлю всех. Спасибо выступлению чемпионку Сибирско-федерального округа 2016-2017 года. Девочки в чемпионате России в 2016-2017 году поучаствовали по спортивной аэробике. Вам спасибо. И расскажу еще вот о чем. В одном из районов города для красноярцев откроется масса возможностей провести свой досуг в рамках масштабного социального проекта «Летний вариант». И все подробности мы сейчас вот так плавно от спорта к социальной политике перейдем. Узнаем у специалиста администрации железнодорожного района Андрея Злобина. А также у нас в гостях участники мероприятия «Летний вариант». Алексей Анучин, главный тренер школы бокса. И Ярослав Осетров, опытный, уникальнейший боксер. Обо всем и обо всех прямо сейчас поговорим. Доброго утра для начала. Доброе утро. Доброе утро. Рад видеть вас в студии. Ну и первый вопрос. Вот «Летний вариант». Проект проходит уже не первый год. Андрей Сергеевич, расскажите немного о истории этого проекта. Администрация железнодорожного района с 2006 года проводит и реализует проект «Летний вариант». Он направлен на досуг жителей района, направлен на семьи, на детей, находящихся в трудной жизни ситуации. Ну и на очень много мероприятий в нем именно летом происходит. Это различные открытые оздоровительные площадки, это и различные мастер-классы на всей территории железнодорожного района. Это и праздники во дворах, это выезды в детские загородные оздоровительные лагеря. Это и спортивные соревнования, которые будут проходить в течение всего лета. То есть мы призываем всех красноярцев выходить, проводить лето с пользой, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Вот в этом году все начнется с пятичасового, можно сказать, марафона, такого спортивного старта. Чего ждать всем гостям? Что будет? Да, и уже завтра проект «Летний вариант» стартует с большого интересного спортивного мероприятия. Это семейный фестиваль спорта, который пройдет на территории парка имени Юрия Гагарина, свободный, 34. Приглашаем туда мы всех жителей, не только железнодорожного района, но и города Красноярска, и гостей нашего города. Там будет много-много всего интересного. Порядка более 15 интерактивных площадок и локаций для всей семьи. Это будут и спортивные зоны. То есть у нас мы вынесем прямо на улицу ринг, положим ковры, татами. Там будут представлены все виды спорта, которые есть, боевые единоборства, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, дзюдо, различные виды боевой борьбы. То есть каждый желающий сможет попробовать себя и в этих видах спорта получить какие-то мастер-классы, какие-то навыки, умения приобрести от ведущих спортсменов Красноярска и призеров международных соревнований. Для детей будет очень много интерактивных локаций, образовательных, общеразвивающих. То есть дети будут рисовать, также будут заниматься активностями, активным досугом. То есть для всей семьи, для всех категорий граждан у нас будет представлено много-много разных локаций. Естественно, завершит это все большой флешмоб и розыгрыш ценных призов. Что ж, все объемлющие мероприятия в парке Гагарина пройдет еще раз. С какого часа начинается? С 12 часов мы ждем всех в парке Гагарина. Ну и что ж, надо обратиться к нашим гостям, которые сейчас с лапами и в перчатках, собственно говоря, поговорить о боевых единоборствах. Вот, Алексей Ярослав, на фестивале будут боевые единоборства, да, какие-то боевые дисциплины. Расскажите о них подробнее. Да, там будут у нас представлены несколько спаррингов по различным единоборствам. Это по тайскому боксу, по кикбоксу, по боксу. И также продемонстрируем определенные технические, тактические действия во всех видах этих спортов. Мы вас, наверное, сейчас попросим сначала представить вашего подопечного, да, можно его так назвать? Да, конечно. И показать все, что вы нам с собой принесли. Это мой воспитанник Ярослав, занимается уже видом бокса уже более, ну, почти год занимаемся мы совместно. Ну, вот, как бы большинство, да, людей скептически относятся к боксу, да, думаю, там по голове бьют или опасно. Но вот Ярослав у меня уникальный боксер с диагнозом ДЦП, ну, несомненно, уже занимается. И определенные свои успехи он может и продемонстрировать, показать. Демонстрируйте. Просим. Спортсмены – люди с неограниченными физическими возможностями. Левый прямой. Левый сбоку. После уклона левый сбоку, да. Уклон. Уклон, левый сбоку. Уклон, левый сбоку. Вот, правый сбоку. Левый прямой, правый сбоку. Вот, еще раз. Вот так, на рог. Раз, на рог в другую сторону. Два, левый, левый. Левый, левый. Давай, левый. И правый сбоку. Ну и все. Хватит. Спасибо вам большое. Действительно, бокс, могу смотреть вообще очень долго, честно говоря, как боксируют люди. Мне это нравится. Ну, у тебя будет завтра прекрасный шанс попробовать. Ну что, попросим Андрея пригласить всех еще раз завтра. Уже уснили мы в парке Гагарина свободно 34 в 12 часов дня. Приглашайте всех жителей. Ну, дорогие красноярцы, уважаемые жители города, ждем всех вас на старт проекта «Летний вариант» и на большой семейный фестиваль спорта. Завтра в 12 часов с 12 до 5 пройдет большой фитнес-фестиваль, фитнес-марафон. Пятичасовые, работа интерактивных площадок, локаций, спортивных, танцевальных будет интересно. Даже если вам, как славяне, нравится просто смотреть, все равно приходите поболеть за своих друзей, знакомых, может быть, соседей. Всех с огромным удовольствием еще раз представлю. Итак, Андрей Зловин, главный специалист администрации железнодорожного района города Красноярска. Наше почтение, чемпионка Сибирско-федерального округа 2016 года, финалистки чемпионата России 2016 и 2017 годов по спортивной аэробике. Алексей Анучин, главный тренер школы бокса и Ярослав Осетров, уникальный боксер. Спасибо вам большое, удачи завтра и хорошей погоды. Спасибо. Спасибо.